Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня будем делать расклад на тему тайны его души, тайны его сердца. Давайте посмотрим, что этот мужчина скрывает от вас, а вам нужно было бы об этом знать. Возможно, есть какие-то очень важные моменты, аспекты, о которых вам обязательно нужно знать. Но мужчина по какой-то причине вам это не озвучивает, скрывает от вас это. Задумывайте, пожалуйста, вашего партнёра. Я же напоминаю, что если вы мечтаете обучиться делать расклады Таруса самостоятельно, и вам нравятся мои трактовки, моя энергетика, пишите, пожалуйста, на мой WhatsApp. Ссылочка находится под каждым видео на моём официальном канале на YouTube. И я обязательно с вами свяжусь. Пишите мне слово обучение, я свяжусь с вами и расскажу вам подробностям. Благодарю вас, мои дорогие, за ваши лайки, донаты, комментарии. Спонсирование. Низкие вам поклон, мои дорогие. Итак, тайны его души. Потайные дверцы, которые сейчас мы будем заглядывать при помощи карт Тару. Сигнификация ваших отношений, в общем, это яркие страстные отношения. Очень много страсти, очень много горячей такой, вот знаете, зимоной физической страсти в этих отношениях. И это может относиться как, касаться это может, как интимных отношений, так и вообще самой энергетики. То есть страсть бушует. Вот что есть, то есть здесь. Здесь не заскучаешь в этих отношениях. Даже если они у вас прекратились, то значит было много страсти раньше. У кого-то, кстати, по этому аркану может быть роман по переписке. То есть на расстоянии. Здесь тоже такое может быть. Ну, давайте смотреть, что за мужчина. Какой у нас мужчина, как его характеризуют. Знаете, как хочу сказать. Яркий, интересный, очень харизматичный. Умеет нравиться людям, умеет, где надо подмазаться правильно, так сказать. Знает подход к людям. То есть как произвести впечатление, как добиться своего. Вот здесь мужчина знает. Не бездельник. Если у вас лентяй, бездельник, который валяется целыми днями на диване, скорее всего не ваш будет расклад, либо не вся информация для вас. Мужчина, который трудится для того, чтобы сколотить свое благосостояние, он не имеет тех результатов, даже если он сейчас уже там богатей, и все у него есть, и виллы, и яхты, и все, что хочешь. Он все равно считает, что это еще не тот уровень, которого он должен достичь. То есть человек, который идет вперед, он видит перспективу, ему нужно. Нужна эта перспектива, нужно идти вперед, и эта перспектива ему просто необходима. Человек будет усердно работать, трудиться, учиться тому, чему нужно, для того, чтобы достигать более высоких результатов материальных. И ему, в принципе, все подвластно. Здесь мужчина может все, если захочет, он может все. Но бывают такие моменты в его жизни, когда он может разлениться, расслабиться, и удача начнет ускользать из его рук. Но тут даже не удача, а знаете как? Здесь у мужчины все результаты в жизни, которые приходят ему, приходят через его работу, через его труд, через то, что он вкладывает. Даже если это не тяжелый труд, не обязательно, ведь большие деньги тяжелым трудом-то и не зарабатываются на самом деле. Надо делать успехи своей, работая головой, больше денег заработаешь так. Но тут мужчина способен любым из способов, любым из видов работы, труда, либо занятия, от которого он получает удовольствие, получать финансовое вознаграждение. Но он не удовлетворен полностью и никогда полностью удовлетворен не будет. Давайте посмотрим, как он проявляет себя в отношениях вообще. Какой он в отношениях? Он должен быть наверху, сверху и руководить процессом. В отношениях он достаточно авторитарный. Он хочет, чтобы прислушивались к его мнению. Его мнение единственное, неповторимое. Я, азм есть император. Все, вы должны все мне подчиняться. Достаточно сложный в отношениях человек. Император самый лучший аркан. Император это самый лучший мужчина для отношений. Ну, с какой стороны посмотреть? Да, безусловно, может быть стабильным, может вкладываться хорошо в отношения по-настоящему. Может женщина за ним себя чувствовать, как за каменной стеной. Может, но не всегда. Потому что император имеет обратную сторону своей натуры. То есть, может проявлять наоборот какую-то инфантильность, безответственность. Но вот то, что у него непростой характер, с ним сложно договориться. И его мнение должно быть основным и главным. Это да. А далеко не каждая женщина с таким мужчиной может договориться действительно и быть счастливой. Выстроить какие-то отношения гармоничные. Потому что здесь я и я, и только я. Еще и маг рядом у нас вышел здесь. Ну что ж, давайте спросим тогда его чувства к вам. Нам же интересно это посмотреть. Чувства к вам. Он вас любит, девочки. Здесь аркан вышел, король кубков. Этот мужчина проявляет себя с очень разных сторон. Может себя демонстрировать с очень разных сторон. Маг, император, король кубков. Сильный, яркий, целеустремленный. Где-то манипулятор. Причем может быть жесткий манипулятор. В то же время способный на чувства, способный на эмоции. И эти чувства он испытывает к вам. Поэтому истинные чувства его таковы. Но давайте тогда спросим основные вопросы наши какие. Тайны его сердца. Тайны его души. Что этот мужчина скрывает от вас? И что вам нужно бы знать? Итак, давайте спросим. Что этот мужчина скрывает от вас? И что вам нужно знать? Этому человеку нужна легкость в отношениях. То есть, скорее всего, не потерпит драмы, не потерпит выяснение отношений, не хочет этого. Ревность. Если он захочет пофлиртовать, к примеру, ему понравится какая-нибудь женщина, он захочет пофлиртовать. Он не терпит и не хочет того, чтобы его, женщина, с которой он находится в отношениях, его ревновала, ему какие-то претензии предъявляла. Мужчина склонен к флирту, кстати говоря, это он может скрывать от вас, что есть желание постоянно чувствовать себя востребованным в женском обществе. Вот эти вещи он от вас скрывает. Мне показали так. Также для кого-то из вас может отыграться таким образом, что недостаточно глубокое отношение к вам скрывает он. Несмотря на то, что вышел король кубков, но король кубков это не вселенская любовь, и когда вы чувствуете себя как за каменной стеной с этим мужчиной. Это кубок чувств, эмоций, влюбленности, каких-то вот таких вот вещей. И он может здесь скрывать то, что недостаточно глубокое несколько поверхностное отношение. Но здесь не потому, что он именно к вам так относится, а потому что ему в принципе нужны такие отношения. Как-то углубляться сильно, даже если он ваш муж, либо видит вас своей женой. Он не хотел бы, чтобы, вернее, он не хотел бы полностью у вас растворяться. Вот так. И это нам могут и показывать. Что еще скрывает от вас этот мужчина? Каковы тайны его души? Какие тайны он от вас скрывает? Давайте посмотрим. Еще какие тайны он скрывает? Он скрывает то, что вы видите, то, что он проявляет к вам. Проявляется каким образом? К вам это только вершина айсберга, можно так сказать. Совсем небольшой участочек, совсем небольшая часть этого айсберга чувства и эмоций, которые он к вам испытывает. Мужчина здесь скрывает истинное чувство, которое к вам имеет эмоции. Они у него есть, безусловно. Кроме этого, он почему-то вам не говорит о том, что вы именно та женщина, с которой он хотел бы не просто провести остаток своей жизни, либо всю жизнь, а просто полностью быть с ней. Всегда, навсегда. Этот аркан еще и навсегда. То есть он вас видит той женщиной, с которой можно и нужно быть навсегда. Я не знаю, он ведет себя таким образом или нет, что дает вам понимание этого, вряд ли, потому что он это скрывает. Знаете только, что здесь есть чувство, и чувство все-таки, несмотря на его стремление к поверхностным отношениям, легким каким-то таким, сильно не углубляться. Однако вы, скорее всего, вам удалось это сделать, и он к вам стал испытывать гораздо более нечто глубокое, более серьезное. Вплоть до того, что я хочу, вот действительно, пока смерть не разлучит нас, да, делить все горечи и радости, горести и радости. Вот здесь приблизительно такое. Вообще мужчина действительно очень-очень тяготеет к мирным таким отношениям, не хочет конфликтов. Я не знаю, у него получается это или нет, так выстраивать отношения, но у него вот такое желание, чтобы все было мирно, все было спокойно, эмоционально, очень ровно. Хочет избегать каких-то острых углов. А получается ли у него это? Давайте спросим. Получается ли у него избегать? А знаете как? Здесь очень сложно сказать, потому что если попадается женщина, которая принимает его условия и полностью ему подчиняется, то ему может удаваться это, да, потому что и острых углов не возникает как таковых. Если же женщина попадается с характером боевым, конкретная, такая цельная, целеустремленная, лидер по натуре, то здесь не избежать столкновений. Поэтому в том случае, если женщина, если он доминирует в отношениях, то здесь действительно может все быть спокойно. Если же нет, если же женщина активная, сильная и тоже желает, чтобы с ее мнением считались, и не просто так, а очень даже считались, то здесь вряд ли ему будет удаваться сглаживать острые углы. Они будут. Что еще этот мужчина скрывает от вас? Давайте спросим карты Таро. Что еще скрывает? Какие еще тайны есть его сердце, его души? Ага, сейчас посмотрим. Он просто мечтает о доме полной чаши. Он мечтает о стабильной, надежной, усиленной духом, очень сексуальной, очень привлекательной, страстной женщине, партнерше, жене, давайте скажем так. Потому что здесь больше идет разговор именно об этом. Он, скорее всего, вам не озвучивает вот эти свои желания. И в такие отношения он готов вкладываться и материально, и, да как хотите, и эмоционально, и физически, любыми способами он в эти отношения готов вкладываться. Видит ли он вас с такой женщиной? Кстати, давайте спросим. Он считает, что вы, вам еще есть, так сказать, куда расти. Не могу сказать, что он вас полностью, в полной мере считает такой женщиной, которая отвечает всем его высоким запросам, его величество, короля Пентаклей. У него очень сильное влечение к вам, страсть, эмоции, вы его зацепили, вот реально зацепили. Но он считает, что вы недостаточно еще зрелый для этого, то есть вы не совсем соответствуете всем критериям, которые он требует от женщины. Но, есть одно но, перспектива у вас есть, расти куда есть, и, соответственно, перспектива у вас есть, то есть надежда на это есть. Кстати, здесь еще и о детях идет речь, он еще и детей хотел бы, конечно, но он хотел бы быть полноправным, полновластным хозяином в своем доме. Опять-таки здесь разговор о том, что он может даже применять какие-то такие меры, как будто давить на партнера, вот чтобы его воля была. Чтобы подчинялись ему. Вот еще в чем здесь может быть дело. Так, еще тайны его души, тайны его сердца. Девочки, здесь полностью, полностью разговоры о семье, о любви, о счастье. Вот мы сегодня открыли такой, я вообще никак не ожидала вам, честно скажу. Я никогда не настраиваюсь на то, что будет в раскладе. Но вот такая история о том, что человек супер нуждается в любви, в эмоциях, в семье, в стабильности, вот в таких отношениях каких-то, в которых он чувствовал бы себя полностью защищенным, счастливым. Я не думала, что будет такой расклад. Но здесь выходит вот так. Эмоции, чувства, стабильность, любовь, семья, дети, вот. Это его главное, основное желание сегодняшнего мужчины. И поскольку у нас покрывается здесь расклад тройка мечей, здесь у вас у многих может быть, конечно, либо треугольник, либо влияние каких-то других лиц на ваше отношение. Не у всех, но у части может быть. Но мужчина здесь, при всем при том, что он этого всего хочет, по какой-то причине он этого либо не имеет, либо, ну сейчас по какой-то причине, либо потерял, либо что-то произошло такое в отношениях, скорее всего, что его ввергло в аркан тройку мечей, переживания, душевная боль, какие-то страдания. То есть мужчина этого всего хочет, но удовлетворение он не испытывает на самом деле. Он хочет, но не считает, что это у него есть. Вот всё то, чего он хочет. А считает ли он, что он заслуживает это всё, чего он хочет? А хочет он здесь прям, я не знаю. Эдемский сад, его Ева, красавица, детки, полный сад цветов, фруктов, полный стол всяких яст вкуснейших, вина. И он балдеет во всем этом районе. Как он считает? По его мнению, он заслуживает вообще это всё? Да, он считает, что заслуживает. Он считает, что он великолепен, по сути. Поэтому он всего этого заслуживает. Считает ли он, что с вами можно такие отношения построить вообще? Да, конечно, да. И построить, и детей родить. И вообще он считает, что вы наверняка лучший кандидат именно на роль вот такой женщины. Он может, я вам уже озвучила, он может думать о том, что вы не совсем дотягиваете до этих критериев. Во какой у нас здесь сегодня товарищ попался. Зазвездился совсем. Но то, что это вы, и вы можете его жизнь этим солнечным светом осветить, во-первых, и теплом своим одарить. То, что с вами можно родить детей, то, что с вами, если детородный возраст. Естественно, вы тоже понимаете, что расклад общий. Что с вами можно чувствовать себя абсолютно счастливым. Он это считает. Хорошо, а в чём именно вы тогда не дотягиваете до критериев его идеальных? Давайте посмотрим, в чём именно вы не дотягиваете, что. А вы знаете, он сам не может понять, что. Ему кажется, как будто вот всё хорошо, да, и всё равно где-то что-то не так. Вот она, дорога открыта, видите, перед человеком. Ворота открыты, дорога есть, но он не решился ещё идти в путь. То есть он как бы понимает, что вы та женщина, а что именно мешает ему и вам слиться, так сказать, в таких отношениях, которые он себе представляет, он сам не может для себя ещё пока определиться. Непонятно. И вообще он, в принципе, здесь может ещё до конца не определиться. До конца может не осознать того, что вы именно та женщина. Он это понимает, но осознания конкретного, возможно, ещё нет. А есть ли вообще у нас надежда на то, что этот мужчина окончательно осознает, кто вы для него в жизни? Мужчина легко разочаровывается. Вполне возможно, из-за того, что у него слишком высокие критерии. Слишком высокие критерии, которые, кстати, давайте спросим, а он-то сам вообще соответствует критериям того человека, который может создать такие отношения с точки зрения Карторо? Тут очень-очень надо подумать. Сказать, да? Карторо говорят, знаете, тут вопрос с кондачка так не решить. Ему тоже надо расти, расти и расти ещё. До тех самых критериев, которыми он оценивает женщину, идеальную для его жизни. Нет, он пока не соответствует. Ему тоже расти и расти, и расти. Хотя сам себя считает таковым мужчиной. Так вот, есть ли надежда на то, что вы будете когда-то? Думает ли он, что вы соответствуете его критериям? Пока он этого не осознаёт до конца, потому что многие вещи в ваших отношениях его всё-таки расстраивают и разочаровывают. Вообще мужчина достаточно легко разочаровывается в жизни. Поэтому пока, скорее всего, поэтому он и не определился до конца, что-то его смущает. И чего-то он, знаете, он чего-то ещё ожидает. Вам нужно ожидать того, что, возможно, когда-то в будущем он действительно станет настоящим мужиком, который заслуживает того эдемского сада, которым он мечтает. И в то же время вам надо понимать, что что-то здесь мужчину расстраивает, разочаровывает, и что-то не даёт ему всё-таки принять такое решение в отношении вас. Хотя он прекрасно, на подсознании у него точно есть, что вы его солнце. Он и осознаёт это, в общем-то. Но что-то ему мешает. Хорошо, давайте спросим. Если вы хотите дальше, это только для тех, кто хочет с этим мужчиной дальше находиться в отношениях. Может быть, вы вышли из отношений и уже не хотите с ним быть. Значит, тогда не смотрите этот вопрос. Если вы хотите с этим мужчиной дальше продолжать отношения, как-то вы можете изменить ситуацию? Как вам лучше себя вести с этим мужчиной? Если он ведёт себя по королю мечей, проявляет себя холодно, не додаёт вам тех эмоций, которые действительно реально к вам испытывает. Если он ведёт себя как кай с кусочком льда в сердце, просто зеркальте его. То есть здесь нужно вести себя приблизительно так, как ведёт себя мужчина. Потому что если вы его закидаете, забросаете словами любви, эмоциями тёплыми, будете его там полностью... Он мечтает, в принципе, об этом, чтобы женщина его прямо лелеяла, холила, любила, но возбуждает его воображение и выводит его из состояния разочарования и сподвигает на действие именно та женщина, которая умеет его на оттяжке держать. Зеркалить его действия, они растворятся в нём. И как бы по королю мечей вести себя конкретно. То есть это именно такая женщина. Он представляет себе одно, а его интерес и его даже жгучий интерес, можно сказать, вызывает именно такая женщина. Поэтому я не могу сказать, что вам здесь карты Таро показали. Ой, проявляйте эмоции, целуйте, обнимайте, говорите добрые, сладкие слова. Возможно, это и нужно, и невозможно, это нужно, действительно. Но для этого мужчины гораздо важнее, когда вы даже какая-то немножко недоступная показываете свою самодостаточность, показываете то, что по королю мечей ваши дела превыше всего, как бы его это заводит. Вот так мне показали. Смотрите, сложный опять-таки мужчина, аркан-отшельник, это нам его опять показывают. Мужчина глубокий, интересный мужчина, достаточно умный. Но, скорее всего, при том, что он желает отношений, желает вот такой любви, таких эмоций, по сути, одиночка, по сути, человек закрытый. И вот туда достучаться до него, растопить это сердце, вообще очень сложно. Но я думаю, что аркану солнца, такой женщине, как вы, это, конечно же, по силам. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за тёплый комментарий под моим видео. Если ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю, желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok